Итак, друзья, модель от французской марки Peugeot под названием DS9 был представлен два года назад с двумя вариантами подключаемого гибрида. В базовой комплектации это был E-TENSE 225 и в максимальной комплектации E-TENSE 360. Теперь марка объявила прием заказов на среднюю версию DS9. E-TENSE 250. И новинка достаточно выгодно отличается от двух доступных ранее вариантов. И перед тем, как рассказать все подробности, если вас не затруднит, поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соцсетях. На данный момент это очень важно для продвижения канала. А также, если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, буду очень признателен. И мы начинаем. Модель DS9 E-TENSE 250 оснащается гибридной установкой на базе 1,6-литрового турбомотора, выдающего 200 лошадиных сил. При этом общая мощность с установкой составляет 250 лошадиных сил. В качестве коробки передач был выбран восьми диапазонный гидромеханический автомат ISIN. А вот привод только передний. Максимальная скорость седана составляет 240 километров в час. При этом только на электротяге автомобиль способен разгоняться до 135 километров в час. Отличительной особенностью E-TENSE 250 стал запас хода на электротяге. Он составляет 67 километров. Но зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов в домашних условиях можно всего лишь за 2 часа 23 минуты. Производитель заявляет, что несмотря на увеличенный запас хода, автомобиль не стал тяжелее в сравнении с двумя другими версиями. Стоимость новой комплектации DS9 E-TENSE 250 составляет 53 810 евро. Это ориентировочно 4,5 миллиона рублей. Базовая версия E-TENSE 225 стоит 52 810 евро. А самая топовая комплектация E-TENSE 360 стоит 64 250 евро. Также напомню, что DS9 это классический среднеразмерный пятиместный седан премиального класса. Его длина 4 метра 93 сантиметра. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Высота 1 метр 46 сантиметров. А колесная база 2 метра 89 сантиметров. Автомобиль построен на фирменной модульной платформе EMP2. Архитектура подвески полностью независимая. Для повышения комфорта и плавности хода производитель установил фирменную систему DS ActiveScan Suspension. Вместо классических пневматических баллонов она использует адаптивные стойки. Набор датчиков и камер непрерывно сканируют дорожное покрытие перед автомобилем и превентивно подстраивают жесткость амортизаторов. Но достаточно ли этого для конкуренции с премиальной немецкой тройкой покажет только время. А что вы думаете по этому поводу? Очень хорошо было бы обсудить это в комментариях. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И конечно приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok